МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Шведская организация Бэгриб Кейминг заключила новый спонсорский контракт. Представляем оригинальный продукт, который призван заменить мышь в современных играх. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы расскажем вам о новом комплексе тренажеров Айма. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями финальной игры между лучшими командами Юга, представителей Таганрога и Грозного. Победитель получит квоту и оплаченную поездку в Москву на гранд-финал. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Наконец-то появилась первая киберспортивная игра на портативных устройствах. Этой игрой стала легендарная Quake 3 Arena. Квакеры, немного попотев над не так давно опубликованными Джоном Кармаком исходниками игры, смогли портировать игру на Apple iPod Touch 600 МГц и записать видеоролик, подтверждающий сей факт. К сожалению, неизвестно, кто выступил автором ролика, а также неизвестно, чьими усилиями был воссоздан первый киберспортивный порт. Седьмого июня в Эншиде состоится голландский отборочный этап финальной части Electronic Sports World Cup 2008, который, как вы знаете, пройдет в Сан-Хосе. Отборочные будут проведены в Sign Star Collosium и включат в себя три дисциплины Warcraft 3 TFT, Quake 3 Arena и Trackmania Nations. Большие обсуждения в голландском сообществе вызвало отсутствие дисциплины Counter-Strike 1.6 в национальном отборочном этапе. Квалификация по этой дисциплине будет проведена к ЕСВЦ Masters. В прошлом году организаторы DreamHack получили море позитивных отголосков после проведения необычайного турнира по Quake World. А потому организационный комитет турнира решился на еще одно мероприятие. Вновь зрители летнего DreamHack смогут насладиться играми в старой, забытой многими дисциплине. Турнир начнется с групповой стадии, после чего сильнейшие участники продолжат борьбу в играх на вылет. Общий призовой фонд дисциплины составит примерно 50 тысяч в рублевом эквиваленте. Одна известная компания, лидирующая и производитель геймингового оборудования для киберспортсменов, сегодня анонсировала партнерский контракт с шведской организацией Bagrip Gaming. Отныне компания будет обеспечивать все составы проекта своими новыми продуктами, как, впрочем, и финансовой поддержкой. У шведской и румынской Counter-Strike команд появится больше шансов посещать международные турниры с участием лучших в мире проектов. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы продолжим тему тренажеров AIM. Киберспорт не стоит на месте, и в интернете появился новый комплекс тренажеров. Первый универсальный тренажер Exact Aiming для тренировки точности. На игровом поле появляется несколько мишеней. Каждые несколько секунд добавляется еще одна. Размер мишеней изменяется со специальным ускорением. Чем меньше цель, тем дольше она находится на экране. Это повышает эффективность от тренировки, так как вам часто приходится нацеливаться на очень маленькие мишени. Второй тренажер Fast Aiming для тренировки скорости наведения. Мишень появляется в случайном месте игрового поля и через короткое время исчезает. Вам нужно успеть навестись на нее резким движением руки и нажать. Третий тренажер Press Reaction для тренировки реакции нажатия. Здесь вы видите красный кружок, который через случайное количество секунд резко меняет цвет на желтый. Задача максимально быстро нажать кнопку мыши при смене цвета. Мы школа киберспорта. Учитесь на одни пятерки, пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Китайские производители удивили нас очень интересным гибридным девайсом. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями финальной игры между лучшими командами Юга, представителей Таганрога и Грозного. Победитель получит квоту и оплаченную поездку в Москву на гранд-финал. Представляем обзор киберспортивных девайсов. MicroStar International выпускает новую видеокарту GeForce 9600GT. Согласно обнародной информации, производитель намерен вывести на рынок еще три новые видеокарты, работающие на стандартных частотах 650, 1625 и 1800 МГц. Причем две из них будут иметь референсный дизайн и получат 256 и 512 МБ памяти GDDR3 с 256-битным интерфейсом, тогда как третья сможет похвастаться не только наличием GDDR3 памяти объемом 1 ГБ, но и присутствием нестандартной двухслотовой системы охлаждения. Крупнейшие мировые распространители настольных компьютеров и ноутбуков рассчитывают, что в этом году производители начнут сокращать стоимость своих Blu-ray-приводов. Предполагается снижение на 7-10% в квартал и до 30% к концу года, то есть вместо 95-100 долларов получаем 70. Однако источники из Тайваня уверяют, что ожидать уменьшения стоимости в ближайшем времени не стоит из-за подражания деталей и других комплектующих. Представляем оригинальный продукт Falcon от компании Novent. Это небольшой контроллер, который призван заменить мышь в современных играх. В отличие от стандартных манипуляторов, конкретная модель предлагает пользователям почувствовать управление виртуальным героем так, как будто все происходящее на экране произошло непосредственно с вами. По словам рецензентов, преимущество устройства особенно ощутимо при использовании гравитационной пушки в Half-Life 2. Китайские производители удивили нас очень интересным гибридом. По внешнему виду Cool G108 напоминает обычные часы. Однако стоит откинуть крышку, как вы увидите круглую цифровую клавиатуру в стилистике Razer. И полуторадюймовый экран. Также имеется модуль Bluetooth и камера 1,3 мегапикселя. С аппаратом также можно использовать аудиогарнитуру. Очень занятная штучка, которая наверняка понравится любителям всяких необычных электронных игрушек. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта. Сегодня вам предстоит увидеть финальную игру с Краснодар Code 5 в отборочных играх участие принимали лучшие команды юга страны. В финале встретились представители Таганрога и Грозного. Победитель получит квоту и оплаченную поездку в Москву. В этом проекте собраны самые скилловые игроки юга. Сплоченный коллектив и грамотный менеджмент – залог успеха этой команды. Застав команды ProTeam. ProTeam – лучшая команда Грозного. Дружеская атмосфера и полное взаимопонимание привели эту команду в финал соревнований. Также им удалось победить фаворитов турнира команду Snatch. Сражение за квоту будет происходить на карте The Nuke. Knife Round выигрывает ProTeam, и они решают начать игру за оборону. В первом рауде габлайн-косы решают атаковать верхний плент. Двое через ноль трое через улицу. Но в будке Джандул убивает Хоппера. И таганрожцы решают сменить тактику на быстрый выход через скрип и будку, оставляя на улице только Денчика. За пару секунд габлайн-кос рушит всю оборону, убивая одного на верхнем планте и троих на девятке. Оставшийся в живых Вульф не смог вытащить раунд. В четвертом раунде при счете 3-0 в пользу габлайн-кос таганрожцы решили сделать раш через будку. Но ни флейшей, ни дыма не было откинуто, и в результате чеченцы спокойно сделали три минуса. Темпо решил проверить будку, Но его там встретил Джандул. Оставшийся в живых Хитман засейвил оружие. Таким образом, счет становится 3-1. После этого раунда произошло что-то необъяснимое, и команда габлайн-кос начала брать раунд за раунд. Несколько раз противники оставались один на один, но удача была все время на стороне таганрожцев. В последнем раунде первой половины при счете 13-1 ребята из Таганрога снова решили сделать раш через будку. И опять без гранат. На выходе из будки происходит равный размен. Вульф попытался обойти с рампы, но габлайн-кос это предусмотрело, и Санни без шансов его убивает. В итоге у чеченцев остается только Талиб, которому снова не хватает везения, чтобы взять этот раунд. Он убивает Хитмана, но Санни его перестреливает. Первая половина заканчивается с разгромным счетом 14-1 в пользу габлайн-кос. Очевидно, что уровень айма очень различается. Если бы чеченцы стреляли хоть чуточку лучше, то в взятых раундах было бы гораздо больше. Команды меняются сторонами, и теперь про-тим должны показать себя в роли атакующих, чтобы игра не закончилась с позорным счетом 16-1. В первом раунде чеченцы решили использовать ту же тактику, что и таганрожцы. Но на улице Денчик сразу же убивает Талиба и не дает пройти остальным. К нему подключается темпа минусы Хуза. Денчик делает еще один минус, убивая агрессора за красным ящиком. Оставшихся в живых Вульфа и Джандула таганрожцы быстро зажимают и убивают. Остается ласт раунд. Про-тим закупаются деглами и бегут в свою последнюю атаку, так как шансов взять этот раунд очень мало. Джандул убивает на рампе Хитман. Хоппер взрывает Талиба на улице. Денчик после длительной перестрелки минусует агрессора в ангаре. Вульфу убивает на ноле Санни. Каленого Хуза зажимают и убивают в ангаре. Очевидно, что последний раунд чеченцы даже не старались выиграть, так как все отдались по одному вместо того, чтобы сделать раж. В итоге финальная встреча заканчивается со счетом 16-1 в пользу Габлайнкос. Они выигрывают квоту и оплаченную поездку на ландфиналы в столице. Пожелаем ребятам удачи на крупнейшем мировом чемпионате. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин